Приветствую вас, аноним. Смотрите, вы уже задавали свой вопрос, на эту тему, я помню, отвечал вам, было бы здорово, конечно, если бы вы дали какую-то обратную связь, там еще не очень понятно, что из того, что я говорил вам в прошлый раз, как бы, ну, вам, пришлось подышать, а что нет, вот. А я, в общем, прочитал ваш текст, он достаточно похож на предыдущий, ну, разве что, чуть более развернут, вот, мне бы хотелось вас, конечно, спросить, вот, что из моего прошлого ответа на, по сути, тот же самый текст, вам понравилось, что не понравилось, вот, но, поскольку никакой обратной связи вы не дали, то, соответственно, я полагаю, у меня нет выбора, кроме как ответить вам на ваш настоящий текст. Смотрите, если честно, я думаю, что вам, брат, не подходит метод, которым работает с вами психолог. То есть, дело здесь не в том, что вы можете доверять или нет, что это доверие, это, как бы, такая история, которая выстраивается между специалистом и психологом, между специалистом и клиентом постепенно, после того, что называется альянсом, вот, и альянс, он выстраивается точно не после трех или четырех консультаций, альянс, он выстраивается гораздо позже. То есть, три-четыре консультаций, это достаточно мало, для того, чтобы выстрелить альянс, именно. Я думаю, что вам просто не подходит метод когнитивно-поведенческой терапии, по причине того, что у вас этот метод вызывает чувство, ну вот, чувство такой подавленности, да, тревоги и прочее. Ну, можно просто для сравнения, для полной картины, можно просто попробовать другой метод. Например, клиент-центрированный, гештальт-подход, вот, сейчас это разные, разные методы, да, вот, клиент-центрированный, это один гештальт, а то другой. Можно попробовать, например, эти подходы, просто, чтобы сравнить ваши чувства, ваши ощущения, которые будут возникать, вот. И дальше уже смотреть на то, что выбрать, потому что, вот, по ощущениям, да, у нас, вам действительно, может быть, становится лучше, но, что заставляет этот процесс лучше, вот, что важно, да. Смотрите, давать советы, такие прямые, и давать оценочные свеждения, так сказать, что люди плохие и прочее, со стороны психолога не корректно. Если это, ну, действительно так, да. То есть, эм, мои коллеги вправы, что обсуждать, эм, что, как работаешь с психологом минимумом, это неэтично. Ну, вот, но то, что вы говорите, что человек даёт вам прямой совет, там, смене работу, или все эти люди плохие, это некорректно. Это, ну, это, ну, явно, здесь, эм, как бы, выход за рамки, вот. То есть, ну, может быть, эм, человек просто к вам не очень уважительно относится, вот. А, с другой стороны, может быть, она именно так понимает, эм, когнитивно-поведенческую терапию, вот. Еще не совсем понятно, как вы относитесь к женщинам. То есть, это тоже такой важный момент. Эм, понимаете? Дальше, вы говорите, глупые советы. Вот, не очень понятно, почему вы и сами называете советы глупыми. То есть, это уже идет такое вот прямое обесценивание. С вашей стороны. Дальше. Вы пишите, что, значит, хотели прерывать терапию, но она сказала, что это надо обсудить на приеме, и вы поняли, что она, как бы, вас не отпустит. Да, так это уже больше похоже на эмоциональную зависимость. Ну, то есть, в целом, такие у меня впечатления. Такие у меня впечатления, в целом. Что оценивать профессионализм, эм, коллеги, мы не можем, потому что, потому что это неэтично, да, и потому что, эм, очень мало информации. Мне нужно все-таки запись слушать, нужно, чтобы это, были, ну, чтобы там, эм, чтобы были соблюдены правила определенные, вот. По поводу когнитивно-поведенческой терапии, у вас, она, может, просто не подходит, сейчас вам нужна другая терапия. Вот. Эм, возможно, возможно. Эм, посоветовать вам что-то, ээ, так же будет непрофессионально, то есть, что вам, что вам посоветовать, по поводу чего вам посоветовать. Посмотрите, какая история, вы говорите, что психолог дает совет, это плохо, а мы сами просите вам, просите нас, вам что-то посоветовать. То есть, ну, тут мне кажется, противоречие, если вы считаете, что, ээ, психолог не должен давать советов, если для вас это, вот, ну, что-то негативное, то как же так получается, что вы сами просите совет и говорите, что у меня может посоветовать. Ну, странно, мы вам посоветуем, и вы тоже будете говорить, говорите, вот, мне другие психологи тоже советуют. Вот в чем разница между нашими советами, да, и советами, вот, вашего психолога, который вам их дает. В чем разница? Да. Да. Вот. Дальше. По поводу психологи, эээ, по поводу того, что вы в тупике. По поводу того, что вы в тупике. Это, эээ, жизненный сценарий, может быть вашим, так что вы целенаправленно можете загонять себя в тупик, чтобы снять ответственность, эээ, с себя, чтобы не принимать решений, вот, ну, каких-то решений, да, вот. Поэтому здесь я вам, эээ, предлагаю изучить психологическую игру в тупик, вот, так и можете написать, психологическая игра в тупик, а вот, эээ, ну, в поиске, просто в поиске, в поисковике, в любом набираете, психологическая игра в тупик, вот, смотрите. Первый раз вы чувствуете себя в тупике или нет? Ну, то есть, было ли с вами такое уже или нет? Если было, то это, скорее всего, ваша, вот, такая психологическая игра, ну, неосознаваемая, вот, с помощью которой вы решаете свои проблемы. Вот и всё. То есть, основной момент заключается в том, что вам объективно может быть, а когнитивно-поведенческая терапия просто не подходит. То есть, ну, вот, почему, эээ, существует не одна школа, эээ, психологическая, да, почему существует психоаналитическая, транзакционная школа, транзакционно-аналитическая, эээ, даже когнитивно-поведенческая, экзистенциальная, гиш-сайт, клиент-центрированная, и арт, эээ, там, телесно-ориентированная. Почему так много? Потому что столько людей, столько и, эээ, школ. То есть, ну, вот, эээ, школы стараются отразить все потребности людей. И когнитивно-поведенческая терапия подходит, может быть, как раз для тех людей, эээ, которые больше, вот, склонны к такому логическому мышлению. Вы, допустим, человек, который, эээ, для которого важны чувства, и вы, и вы ощущаете, что, когда, эээ, с вами работают так, что ваш внутренний мир, он остается, как бы, непонятым, и он, ну, не раскрывается в полной мере. То есть, вам подходит больше, эээ, терапия, ориентированная, например, на чувство. К примеру. Да? Вот. И вам просто стоит попробовать, попробовать другие, под другие подходы, чтобы сравнить. То есть, эээ, в сравнении вы сможете понять, что для вас лучше. А если у вас есть, вот, именно, эээ, определенные, определенные переживания по поводу, эээ, фигуры терапевта, то лучше эти переживания высказать, эээ, ей прямо. Всякое, это будет, эээ, эффективнее, это будет, эээ, для нее, эээ, вот, как для специалиста, это будет для нее ценным опытом, который она сможет использовать, эээ, в дальнейшем. Эээ, на этом все. Надеюсь, что это было полезно. Эээ, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. До свидания. До свидания. Подписывайтесь на мой канал.